итак старт фух ну вот закончилась то к чему я так долго готовился каждый день бегал мои две набережные два моста в бронежилете это плюс 10 килограмм я думал что будет тяжелее если честно тяжело было как всегда в начале пока входишь в липта вот когда включается уже второе дыхание третье дыхание ходят мысли из головы и просто бежишь просто переставляешь ноги просто дышишь и уже не замечаешь расстояние опять же лишний раз доказывает что если ты готовишься действительно каждый день готовишь себя к чему-то серьезному то тот момент когда испытание приходит она даже меньше тебя пугает чем на самом деле ты думал и уровень подготовки позволяет получать такие результаты которые с самого тебя воодушевляют когда ты делаешь готовишься думал что ты не сможешь от понимаешь что можешь еще и больше вот в этом и самый главный потенциал вот вопрос что бы вы делали вот у вас уже все хорошо все хорошо с машинами с недвижимостью с путешествиями ваши дети устроены учатся в лучшем учебном заведении у вас нет проблем зайти в любой магазин выбрать себе любую одежду вы не смотрите цены когда заходите в ресторан вот это уже наступило что бы вы делали дальше где предел развития где те ступеньки которые идут выше я задавал вопрос на эту тему помните я спрашивал что у вас дает раньше менталитет какие-то психологические вещи или физика и абсолютное большинство ответила что сдает физика есть можно представить что виртуально самый крутой боец самый лучший бегун чемпион мира вообще виртуально все это представляет особенно после того как посмотрели боевики нам кажется что мы можем падать с четвертого этажа не разбиваться что мы можем драться человек подходит мы там одним ударом в бороду он лежит да в голове это все легко представляется но без физической подготовки без постоянного тренинга это нереально насколько вашей силы духа хватит на то что продолжать постоянные тренировки и дойти до того уровня когда вы можете делать не только в голове а на уровне физики вот это почетно а здесь идем дальше очень сложно это понять домашних условиях когда жизнь идет в привычном ритме дом бизнес транспорт работа транспорт дом детей в школу детей из школы женой по субботам в ресторан на романтический ужин идет постоянная рутина и из этой рутины сложно понять а где находится твой вот тот самый хрустальный потолок где ты визуально можешь но упираешься постоянно во что-то для меня реально разрушение это хрустального потолка была адреналиновая неделя в казачьем лагере на острове хортица пять лет назад я попал туда первый раз и это было жестко это было сложно сложно в первую очередь психологически потому что когда ты понимаешь вот ты какой да в бизнесе в жизни признание и тут ты попадаешь в обычные условия ты спишь в палатке ты вкалываешь очень серьезно физически ты вкалываешь психологически но это то что реально поменяло мою жизнь поэтому я каждый год прохожу эту адреналиновую неделю туда может попасть в принципе любой человек по заявке только после собеседования да обычно набирается 15 человек не больше один раз в год это проходит сейчас уникальная возможность туда попасть и пройти то что раньше доступно было очень небольшому количеству людей желаю всем осознанности и самореализации